Я еврей, но не израильтянин. Ситуация в Израиле очень сильно похожа на ситуацию в Украине, когда русские оккупанты напали на украинские земли и уничтожали все на своем пути. Именно поэтому русские пропагандисты по ТВ глумятся над этой ситуацией, ведь они прекрасно видят себя в том самом Хамас. Запомните, сволочи, никакой бучи, никакие русские никогда не устраивали. Всем понятно, что этот конфликт в Израиле очень сильно помогает путинскому режиму. В первую очередь отвлекает внимание. Далее нефть, курс доллара и помощь Украине. На этом фоне Путин может выскочить, как минимум. Любой конфликт в мире сейчас выгоден нам, особенно там, где секутся интересы Соединенных Штатов. Давайте не будем кривить душой. Любой конфликт. Именно об этом и говорят по этому самому ТВ, что любой конфликт выгоден России. Именно поэтому в мире прямо сейчас разгорается то там, то тут новый военный конфликт. Если глубже разобраться в ситуации, то нужно обратить внимание, каким оружием воюет Хамас. Всем давно известно, что Лукашенко самый беспринципный торговец оружием. И мы на канале с документами и накладными, видеозаписями и фотографиями делали подробный разбор, как Лукашенко продает вооружение. Именно этим оружием они и воюют. Ведь диктатора никто не трогал. Ну, сидит тихонько в Беларуси, ну, бьет белорусов, сажает, репрессирует, издевается, ну, в общем-то, не сильно-то и мешает. И вот после этого, там и тут всплывает это самое оружие. Лукашенко, Путин и их коалиция диктаторов затеяла этот военный конфликт так или иначе. Будьте уверены, что они являются так или иначе соучастниками этой самой войны. Израиль начал наводить на своих территориях порядок. Отселил людей с некоторых территорий, так как и с ливанской территории, как оказалось, наносились удары по Израилю. В общем, со стороны Израиля, по всей границе Израиля, так или иначе, очень даже опасно. Чтобы вы понимали, даже президент Ирана высказал поддержку террористам. Президент Ирана террористам поддержку. Огромное количество людей пытается покинуть Израиль. Аэропорт выглядит примерно вот таким вот образом. Это страшные кадры. Но, как мы знаем, аэропорты не работают, самолеты не летают. Самые крупные авиакомпании в тот же день прекратили авиасообщение. Израиль объявил войну. Чтобы вы понимали, это очень сложный процесс, который они, в общем, смогли очень быстро преодолеть в юридическом плане. Также Израиль уничтожил лидера группировки Хамас. Херакнули по дому, и, в общем-то, все. Появились видеокадры. У нас в Телеграме есть эти самые видеокадры, как достают из обломков лидера Хамас. Но боевые действия продолжаются, и обстановка накаляется. Сами хамасовцы сказали, что нам военная поддержка Соединенных Штатов Америки не страшна. Пусть Соединенные Штаты Америки переживают о последствиях. В общем, ситуация накаляется. И похоже на то, что Третья мировая война уже в принципе идет. Ведь конфликтов на Земле огромное количество, и прекращаться они не планируют. Вот только все эти конфликты ведут нитками к одним и тем же людям. То есть, по факту, весь мир живет неспокойно из-за нескольких недалеких, недоумков, жаждующих безграничной власти. Чтобы вы понимали, появилось даже видео из Египта, где полицейский, который был призван охранять туристов, расстрелял туристов из Израиля. Кадры просто поразили мой разум. Этот конфликт давно зрел. И теперь его пытаются привязать еще и на религиозной почве, что является крайне, крайне страшным способом манипуляции для людей. Понимаете, полицейский, туристов просто расстрелял. А в Лондоне песнями и плясками вообще восхваляли Хамас. В Лондоне, понимаете? А также появились видеокадры, как террористы сельскохозяйственную технику из Израиля воровали. И это тоже флешбеки из Украины. Помните те моменты, когда они пытались унитазы и стиральные машины вывозить из Украины? То же самое происходит и здесь. А почему? Да потому что и эти, и те террористы в прямом смысле этого слова. А израильские социальные сети опубликовали видеозапись, где, как утверждается, семья пыталась из дома убежать, через крышу. Вся семья, в общем-то, убежала, а отец не успел. Видео тоже у нас в Телеграме, к сожалению, все поставить не могу. Условия YouTube. И это все то, что создал Хамас в стране, которая никого не трогала. Израиль тоже отвечать начал. И довольно серьезно. Они национальный банк херакнули, ликвидировали главу Хамаса, также еще по нескольким административным зданиям нанесли ракетные удары. Но вы поймите, что Израиль не может позволить себе атаковать весь сектор Газа и навредить простым мирным жителям, что, в принципе, для Хамас является нормой. В этом вся и сложность борьбы с такими вот оккупантами и террористами. Ведь вы имеете рамки, а они этих рамок не имеют, как и с расистами. И в общей картине появилось огромное количество видеозаписей и фотографий тех людей, которые попали в руки этой самой хранилии. Чтобы вы понимали, эти фотографии и видеозаписи даже транслировать не хочется. Это полнейший ужас. И почему я в начале ролика сказал, что мне бьют флешбеки из Украины? Ведь все то, что делал Хамас на территории Израиля, делала Российская Федерация на территории Украины. А самое главное, что так или иначе зачистик один и тот же человек. И действуют они по тем же методичкам. Уже сейчас они начали рассказывать, что в общем-то даже не они нападали. Методички один в один с путинским режимом. Слушаешь, читаешь и удивляешься. Такое впечатление, что они просто копипастили и название стран меняли. Вот как они работают. Поэтому я не исключаю, что одна и та же рука наводит шороха, отвлекая внимание от войны в Украине, разрушая семьи и судьбы ни в чем не повинных людей. Трамп посоветовал Украине отдать свои русскоязычные территории Российской Федерации, чтобы сохранить Украину. И тут же украинцы предложили Трампу отдать его территории кому-нибудь. Ну почему бы и нет. Я вообще плохо понимаю, когда какие-либо политики из чужих государств предлагают Украине отдать собственные территории. Непонятно почему. Может быть, пускай тогда Россия раздаст свои территории всему миру. Ну, где не на тех языках, говорят. На белорусском ТВ появился поляк, который призывал Польшу, точнее не так, он заявил, что Польше нужно срочно присоединяться к союзу Белоруссии и России. Мы видим, как изменился мир. Он пришел к России и Белоруссии, а не к Берлину, Лондону или Вашингтону. Правда в том, что спасением для Польши было бы присоединение к глобальному большинству, к глобальному свободному миру. Глобальный свободный мир сейчас представлен Белоруссию и Российской Федерацией. Этот поляк – друг Олега Гайдукевича, всем известного, одиозного недополитика. Мы, поляки, вообще восхищаемся белорусами, что у вас такой президент. Завидуем, что у вас такой президент. В Польше выборы. Белорусская пропаганда вместе с белорусскими политиками, если они таковые существуют в Беларуси, пытаются как можно больше поднасрать им. Скорее всего, путинский заказ. В карман Лукашенко упало почти миллиард бюджетных денег. Миллиард. В резервный фонд «Диктатор» в 2024 году направят почти миллиард рублей. Согласно проекту государственного бюджета, туда перечислят один миллиард белорусской валюты. В 2023 году эта сумма была совсем скромнее. Всего 664 миллиона. При этом на развитие физической культуры, спорта, культуры и СМИ вместе взятых потратят только 713 миллионов рублей. И это происходит не потому, что Лукашенко считает, что ему деньги больше и нужнее. В этот фонд Лукашенко отправляет деньги, потому что он будет ими распоряжаться. А значит он еще больше укрепит собственную власть. Ведь если СМИ понадобятся деньги, они прибегут к нему. Если понадобятся деньги на спорт, на культуру или куда-либо еще, к Лукашенко придут. Также Лукашенко сможет эти деньги распределять не отчитываясь. То есть вы понимаете, он может сейчас на военку отдать один белорусский рубль, а потом из собственного фонда, так называемого собственного фонда, отдать на военку столько, сколько он посчитает нужным и перед белорусским народом, отчитываться никто не будет. Поэтому вся эта Филькина грамота в прямом смысле слова Филькина грамота ни для кого. То есть таким образом он просто нахрен послал белорусский народ и сказал, что я не обязан отчитываться перед вами, куда я трачу ваши деньги. Вот и все. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров А.